Всем привет! У нас утречка. У меня сегодня оливье и борщик. Надя сказала приходить ее поздравлять часа в два. Я пока куховарю утром. Костя тем временем там лимону уже клетку. Нет, рукой не накрошу. Не могу и снимать, и крошить. Клетку лимону уже делает, ставит. Я буду сейчас еще борщ делать. Яйца уже сварились, охлаждаю. Алиса все еще спит. Позвонила Яна. Приехала уже с сюрпризом моим для Нади, о котором я вам рассказывала. Этот сюрприз это тортик. Привет! Тортик про дружбу. И на одну сторону винта. Класс. Спасибо. Умочка, умочка, фу. А что, лисенок проснулась? Умка, фу. А тут Дашуля пришла за открыткой. Говорит, лисена проснулась. Ну что, смотрите, какой торт. Вылепила Яна. Видите, здесь надпись лучшие подруги. И, собственно, на тортике дружеские посиделки за чайком. Посиделки осенние. Видите, листики лежат. Лопата для уборки. В общем, такие. Мы сидим во дворе и пьем чай с лучшей подругой. Надю действительно можно назвать лучшей подругой, потому что на неё всегда можно полагаться, потому что я всегда знаю, что она искренне переживает и приходит на помощь, если нужно. Я ей, наверное, единственной без проблем могу доверить ключи от квартиры. Могу доверить, ну, всё что угодно. Могу оставить её с Алисой и не переживать, да, вот. Поэтому мне сейчас очень волнительно, что же она вообще скажет по поводу этого подарка. Что, солнышко? Иди посмотри, какой тортик. Наша девочка проснулась. Какой с мышами. Да, с мышками. Видишь, они чайок пьют. А, чайок. Я посмотрю, там есть ли чайок. Прямо в чашках? Конечно, там нет чайка, доченька. Это ж вылепленные чашечки. А на рожку. Хотя, может, они уже просто выпили. Так, в общем, я доделала оливье. Помыла пол, помыла посуду. Постелила новый коврик под дверями. Будет Умка на нём спать. И сейчас хочу пойти посмотреть, как там клетка енота выглядит. Умка сегодня закрыт. Наверное, Надя гостей ждёт. Ага, клетку ещё. Ну, пока поставили на место, но ещё не доделали, я вижу. Ещё дверку Костя не прикрутил, потому что сегодня дождь идёт. Наверное, поэтому. И уже там, наверное, Умка натоптал. А может, и Костя. Короче, как только немножко всё просохнет, помоем линолеум будет красивее. Сейчас, конечно, так. Так, всё, мы уже едем за цветочками. Видишь, какой коврик у нас тут появился? Ух ты! Какой коврик купил. Ой, надо мусор с собой забрать. Тебе везде пианено видится. Мы хотели Надюшу поздравить с утра, но она куда-то уехала и говорила после двух к ней приходить. И сейчас вот она только вернулась, и мы помчались за цветами, чтобы они были свежими и долго простояли. И сейчас Настя как раз подъедет. Ждали мы Настю тоже. У неё пары только закончились. Вот, и пойдём всем вместе поздравим. Ты балуется с водой. Нельзя баловаться так. Алисенька, что ты Наде скажешь? Что пожелаешь ей? Я ей пожелаю. Наденька, с днём рождения, Наденька. Да, с днём рождения. А что пожелаешь ей? Или ты ей песенку споёшь? Хэппи бёздри, да? Баю я Наде. Какая пожелаю. Как она едет на машине. Можно здоровья пожелать. Здоровья. Счастья можно пожелать. Мне не нравится здоровья. Нравится счастье. Да? Ну лучше, чтобы было и здоровье, и счастье. Да? Да. Нравится поздравлять эту дорогу, иначе. Кажется, здесь дорогу сделали. Асфальт положили. А, ну на одной половине. Ну где мы едем? Заасфальтировали. Я не вижу. Ну потом увидишь. Как же ты увидишь, если ты сидишь пристёгнутой? Асфальт. Пошли. Так как бы тут выйти нормально. Ух, прям мы в луже остановились. Вот все у нас такие дороги. Опа. Перепрыгнула. Это ж ямы в асфальте, поэтому и лужа получается. Костя сейчас выбирает букет. Классно придумали, не надо и контактировать. Через стекло можно выбрать, увидеть, выбрать. Что ты будешь дарить? Мне он тут за 450. Прикольный такой, необычный. Костя выбрал. И вот этот прикольный за 500, гляньте. Такой микс из всяких розочек, гвоздичек. Тоже прикольный, видел за 500 вот этот? Ну, это какой-то, не знаю, то, что цветок. Опа. Я уже думала, может, Надя цветок в горшке подарить. Вот такой. Ну, не знаю, все-таки надо у него спрашивать о таких вещах. Это как животное, знаете, дарить. Сейчас попросила Костю как-то чуть-чуть отъехать, потому что не сяду назад с этой лужей. Все, мы уже едем поздравлять Надю. Я смотрю, такой микс разных цветов, даже тюльпаны. И осенний листочек гармонирует. И они так пахнут, а Алиса начала жаловаться, что у нее что-то глаза начали слезиться. Может, аллергия на какой-то цветок. Аж подпухли, вижу. Глянь, я прям подпухли, ни с того не сила. Подпухли. Да, прям мешки под глазами. Что это еще за здрасте? Надо скорее выходить из машины, чтобы не дышать. Вот себе купили букет. А один цветок похож на капусту, гляньте. Я понятия не имею, как он называется. Но реально похож. Пока нас не было, нам доставила розетка вот такие корма для котов огромные. Мы всегда покупали маленькие, полтора килограммовые. И они очень быстро заканчивались. И тут меня осенило, что продают же такими пачками, что это же выгоднее. Это дешевле. То есть я так хомякам давно покупаю такими большими, а котам вот не догадывалась. Умочка, может, Умку хоть ненадолго выпустить, что он целый день закрытый. Алиса так дядю любит. Меня ее любит. Ой, все, растаяло. Я выпущу Умку. А что вы его так завязали? Кто это так завязал? Коженька, но я полагаю. Костя, ты так завязал? О, он и открыл сам. Перчатки. Алиса вон перчатки украл. Ой, перчатки. Сейчас выйдет веселые догонялки. А ну отдай. Умка, отдай. 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 Ты здесь стой, а я тут. Он никуда не ест. Лови, Алиса. Умка, отдай. Отдай. Отдай перчатки. Умка. Гля, он их еще и ест. Умка. 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 Умка, лови. Бабушка, забирай. Спасибо. Обе там. Давай Умку уберем, а то он еще прыгнет. Я специально не выпускал, боялся, чтобы он не перекинул это. О, тут Костя прям наложил палочки каких-то. Короче, это палочки малиновые. Они придают запах. Ну, когда он типа прожаривается. Умка. Это будет кто-то. Умка. Да, походу зря его выпустила. Умка. Ну, я боялся, что он лапой или перекинет. Он просто весь день там сидит бедный. Я думаю, может, ему хоть размяться чуть-чуть. Выходи. Костя придумал, как перекрыть, чтобы Умка туда не ходил. Все, Умка, не пройдешь. Ну, там дверь держит и тут держит. Ну, как бы, если он, конечно, ударит сюда, упадет. А сюда нет. Уже не будет лбом прошибать. Да, лапой напрягать стоит. Ох, Умка. Даже колючки не болит. Я грею тебе щечки. Ох, спасибо. Колючки. Грею щечки. Какая дочка заботливая. Греет щечки. Да. А твои щечки не мерзнут? Может, себе пахнет? Может, тебе перчатки надо вынести? Нет. Нужу сюда мелко, чтобы не пахнет. Ага. Алиса тут заменяет кружок скалолазанием у себя во дворе. Да, скалолазание. Штаны не выможи. Хорошо? Хорошо. Я буду обалдеть. Обалдеть. Все до деталей просто. Как она это делает? Я в шоке. Настя, кстати, приехала в Кате нам подарки. Помните, который мы ждали? Он на день рождения не успел притянуть букетик. Чуть убери его рассмотреть. Вот, называется Тренч. Первый раз такое название слышу. Все что-то новое выдумывают. Так, я забираю тортик. Сейчас буду нести. Идем поздравлять? Да? Да. До меня вот только дошло, что это поляра. Что это он как у хоббита. Да. До меня это только дошло. В преддневном свете. Давайте. Да, подожди. Сейчас Даша сначала. Алисочка, помнишь песенку, да? Да. Алисочка, вот иди, а тут Даша тебя может стукнуть. Иди. А, это не. Костя. Да что ж такое? Привет. Привет. Какая глядь. Вот иди, какая. Крышка. Девочка, 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 девочка. Ох, ты. Вышла Дашуля, я попросила ее нас всех заснять. Как мы останем рядышком. Наверное, очень давно всей нашей семьи, прям всех-всех-всех вместе не было в кадре. Вот потому что всегда кто-то снимает с рук. Тут благодаря Дашеньке мы все. Давайте споем, как она будет звучать. Я говорю. Да. В общем, решили петь Наде песенку. А Настя заснимет ее лицо на свой телефон. Ну, как скажешь. Может быть, какой-нибудь тяжелый. Я не знаю, сколько тут пара. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, наша Надя. С днем рождения тебя. Спасибо. Вот мой сюрприз. Всем привет. А он тяжелый. Все побежали. Спасибо, спасибо. Я забрать вас не буду. Я всех бы вас расслабила. Надюш, снюхай. Пусть вас сбудется, чего хочется. Класс. Спасибо. Самая смелая, ты видела? Они переболевшие, если что. Ой, дебозе. Почаловать надо, правильно. Лови шарики, там пожелание написано. Смотри, мрай, кохай, перемогай. Видишь? Спасибо. Боже, какой он крутой. Привет, спасибо. Я, наверное, дам Костю, он очень тяжелый. Очень. Да, да, он тяжелый. Мышки! Видишь, что там написано? Вижу, лучшие подруги. Спасибо. Блин, как приятно. Это мы с тобой сидим? Да, это мы с тобой. Чей пить во дворе осенним. Смотри, какой дом, как у Хоббита. Да это вообще. У меня же мурашки, слышишь? Мне на свечки. А, свечки принесу, у меня сейчас свечки есть. Я уже обалдеть. Может, на стул его поставлю? Ты такой шутник. Что мы пожелаем? Цвести, расцветать дальше, да? Все то, что написано на шариках. Кохай, мри и так далее. Чтобы ты это все делала. Спасибо. Чтобы ты была здорова. Чтобы все твои мечты сбылись. То, что ты планируешь, планы и все. Все, чтобы сбывалось. Да, и денег. Спасибо огромное. Очень приятно. Вы даже не представляете, как мне. Хотелось бы у вас всех оплатить. Занеси домой. Не надо сильно обниматься. Спасибо огромное. О, все, пошел. Хотя стоите и несите. Тяжелый. Спасибо. Я могу занести. Пусть занесет. А то сейчас еще упадет, не дай бог. Такая красота. Какой он классный. Кать, пожалуйста, не переклоняй его. Ох, он крутой. Вообще. Класс, спасибо. Такое довольное. Класс. Пора кашливая, собушка. В общем, мы к Наде не идем в гости, потому что она кашляет. Кашляет. Как сказала Алиса, подкашляет. В общем, Надюша боится. Боится, потому что у нас бабушка, потому что она много где ездила. Да, да. Я много где езжу и много. В последнее время очень много. Иди тебя за одно с днем рождения. Алиса, слушай, я сейчас было так схватила, а потом пожмакала. Да. Алиса говорит, Настя, ты большая, поднимай меня на ручки. Не, Алис, девочкам, девушкам никому нельзя на ручки поднимать. Вот к папе и к дяде Косте, пожалуйста. Лимончик. Лимончик. Гуляет. С днем рождения. Нет, спасибо. Надя, подарки не возвращайся. Нет, не позволю. Это очень дорогой сердцу твоему подарок. Поэтому я не могу. Я не могу принять. Не могу принять. Батон, сколько можно гулять по грязюке? Он только заходит домой и так грязными лапами... Батон через окно прыгает и весь подоконник черный. Ну вот, у меня тоже лапы на окне. Может, ко мне Беня прыгал. Я не знаю, к чьей у меня лапы на окне. Катина лялечка. Катина лялечка. Катина лялечка. Батон, ну ты наглый. Разлегся, еще играется. Катина лялечка. Катина лялечка. Катина лялечка. Катина лялечка. Надюш, хорошего тебе дня рождения. Спасибо. Очень приятно. Торт вообще самый бомбезный за все мои 30 плюс лет. Так и так же. За все свои 18, как говорили. 18. Ну реально очень шикарный просто. Спасибо огромное. Мне так приятно. Больше со всего чего, наверное, со всех подарков. Я там еще не открывала, не смотрела. Но я что-то мне так прям в душе. Самый душе. Ну ничего. Я надеюсь, мы в скором времени сможем вот так посидеть, как эти мышки уже. Да. Посмотри, она вообще здоровая. Не, она так кашляет. Ой. Не, она сама в деле, да. Малая слышит. У меня прям какое-то... Нет, так а что? Это же не я. Она сама не дает к ней приходить. Спроси. Спроси. Это же не я боюсь. Не смотри, а просто спрашивай. Нет. Это же она мне все время. Нет, нет, нет. Вы не приходите. Нет, не подходите. Есть возможность чем-то, каким-то граждаником вас наградить, потому что я не буду. Да бабушку боится, что я тут причем. Ай. Но зато на улице можно общаться. Да. Лисюшка осталась еще покататься во дворе на качельке. Девчонки старшие уже побежали домой. Сейчас я ночью спала. Я говорю, Настя, только не говори, все, я поехала. Вообще не видим тебя. Спасибо.